Всех приветствую на своем канале! В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как связать вот такую вот французскую резинку. Состоит она из поворотиков и изнаночных петелек, как вы видите, с изнаночной стороны, с поворотиков и лицевых петелек. В общем, на самом деле вяжется она очень легко и просто. Рапорт петельек составляет кратное 4, то есть 4 петельки рапорта, которые между собой повторяются по очереди. И в высоту это всего лишь 2 ряда, которые повторяются между собой. Для образца наберите петельки кратные 4, я набираю 20, плюс 2 кромочные. Итак, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 21 и 22. Разворачиваем вязание, вытягиваем одну спицу. Первый ряд вяжем таким образом. Кромочную снимаем, затем следующие 2 петельки провязываем таким образом. Смотрите, провязываем сначала вторую лицевой, не снимая, а затем первую лицевой за переднюю стеночку и уже снимаем 2 петельки. Таким образом мы сделали перекрещивание в левую сторону. Две следующие изнаночные. Это один рапор, 4 петельки. Теперь повторяем. Вторую провязываем лицевой, не снимаем. Первую провязываем лицевой, 2 вместе снимаем. Обязательно первый ряд провязывайте первую лицевую, которая провязывается второй, за переднюю стеночку. И повторяем 2 изнаночные. Снова за заднюю стеночку провязываем вторую лицевой, за переднюю стеночку первую лицевой, снимаем. Две изнаночные. Снова повторяем. Вторую провязываем лицевой за заднюю стеночку, не снимаем. И первую провязываем тоже лицевой, снимаем обе петельки. Две изнаночные. Снова повторяем. За заднюю стеночку вторую провязываем лицевой, за переднюю стеночку провязываем первую лицевой. Снимаем. Две изнаночные и кромочная, конечно же, изнаночные. Второй ряд. Кромочную снимаем, не провязаны. Затем у нас по узору идут две лицевые. Мы их так и провяжем. Две лицевые. А две изнаночные мы провяжем таким образом. Нить перед работой. И провязываем сначала вторую изнаночной, не снимая. А затем вот так вот пальчиком отодвигаете эту петельку и первую провязываете изнаночной. Теперь снимаете. Таким образом, с лицевой стороны вы сделали поворот направо. То есть, то вы сделали с лицевого ряда налево, а теперь поворотик направо. Две лицевые так и провязываем. Две лицевые. Затем снова. Сначала вторую провязываем изнаночной. Пальчиком подвигаете. Первую провязываете изнаночной и обе петельки снимаете. Снова две лицевые. Снова дошли до изнаночных. Вторую провязываем изнаночной. Затем пальчиком придерживаем провязываем первую изнаночной и снимаем обе петельки. То есть, с лицевой стороны вы не снимаете провязывая вторую лицевую, затем первую. А здесь точно так же только изнаночными петельками. Лицевые две провязываете лицевыми. Теперь снова провязываете нить перед работой, провязываете вторую изнаночную, пальчиком придерживаете первую изнаночную, снимаете обе петельки, 2 лицевые, так и провязываете 2 лицевые. И снова вторую изнаночную провязываете, пальчиком придерживаете, первую изнаночную провязываете и снимаете обе петельки, кромочную изнаночную. Смысл узора такой, что смотрите, с лицевой стороны, если вы повернете, у вас будут поворотики сначала налево, затем с изнаночной стороны поворотики направо. А вот эти две изнаночные, которые мы провязывали с этой стороны, с той стороны лицевые, так они у нас идут как бы чередование косички-изнаночные, косички-изнаночные. И благодаря этому у нас получается резиночка. Теперь третий ряд, провяжем его как первый, кромочную снимаем, провязываем вторую лицевую петельку, затем первую лицевую, и снимаем обе петельки со спицы. Теперь две изнаночные, снова провяжем вторую лицевой, а затем первую лицевой, и обе петельки снимаем со спицы. 2 изнаночные, снова жгутик за вторую петельку за заднюю стенку и первую провязываем лицевой, снимаем 2 изнаночные, снова жгутик, вторую провязываем, затем первую провязываем, обе петельки снимаем 2 изнаночные. Как вы видите, жгутик у нас будет делаться и с одной и с другой стороны. Снова подошли к лицевым петелькам, провязываем второй лицевой, затем первая лицевой, 2 изнаночные, кромочная, изнаночная. И четвертый ряд провяжем как второй, кромочную снимаем, где лицевые, провязываем 2 лицевые, а изнаночные провязываем сначала вторую изнаночной, придерживаем пальчиком, провязываем первую изнаночной, 2 лицевые, снова нить перед работой, провязываем вторую изнаночной, не снимая, пальчиком придерживаем первую изнаночную, снимаем 2 лицевые. опять узорчик повторяем вторую изнаночной пальчиком придерживаем первую изнаночной снимаем 2 лицевые снова вторую изнаночной придержали первую изнаночной сняли 2 лицевые и заканчиваем наш ряд 2 лицевые изнаночной 1 изнаночной и кромочная тоже у нас изнаночной таким образом как вы поняли ряды ряды повторяется то есть 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 и так вяжите резиночку такой высотой который вам нужно в итоге у вас получится вот такая замечательная резиночка ее можно использовать в обработке так сказать рукавчиков как детских кофточках так и взрослых для шапочки можно использовать для отделки либо каких-то краев то есть как не за кофточки так и допустим когда вяжете варежки метен очки то есть вот она в качестве резиночки очень красиво смотрится я надеюсь вам было понятно кому понравилось ставьте лайки подписывайтесь на мой канал ровных петелек вам пока пока